Симон В стране Каппадокийской, в селении Сисан, жили христиане Сусатион и Марфа. Бог благословил их супружество рождением сына, которого они нарекли Симеоном и по обычаю христианскому крестили. Воспитывался отрок в простоте и незлобе, но премудрость Божия часто вселяется в простых людей и избирает их своим орудием, чтобы посрамить мудрование века сего. Однажды блаженный отрок в воскресный день пошел с отцом и матерью в церковь. Внимательно слушал Симеон, что пели и читали в церкви, и услыхал Святое Евангелие, в котором назывались блаженными нищие, плачущие, кроткие и чистые сердцем. Он спросил стоящего рядом с ним старца, что означают эти слова. Наставленный Духом Божиим, старец стал объяснять Симеону и долго поучал его, указывая ему путь к нищете духовной, чистоте, любви Божией и к добродетельной жизни. Добрые семена паучений старца пали на добрую почву. Тотчас же в душе Симеона зародилось усердное стремление к Богу. Он положил в уме своем немедленно бросить все и стремиться только к тому, чего восхотел. Тотчас Симеон вышел из церкви и, не заходя домой, пошел в один из монастырей, находившихся в родной его стране. Симеон пал на землю перед монастырскими воротами и лежал семь дней, терпя голод и жажду. На восьмой день вышел из монастыря игумен и стал расспрашивать Симеона, откуда он, как его зовут, не сделал ли он какого-либо зла и не убежал ли он от своих господ. Симеон же, упав в ноги игумену, с плачем говорил ему, «Нет, отче, я не из таких. Не сделал я никому зла, а желаю послужить Богу со всем усердием». Смилуйся надо мной грешным, повели мне войти в монастырь и быть всем слугой. Провидев в нем Божие призвание, игумен взял его за руку и ввел в монастырь, говоря, братья, «Научите его житию иноческому и монастырским правилам и уставам». Поселившись в монастыре, Симеон беспрекословно всем повиновался и служил. В короткое время он выучил наизусть всю псалтирь. Будучи еще только восемнадцати лет от рождения, он был уже пострижен выночество и вскоре строгостью своего жития превзошел всех иноков того монастыря. Так одни из братьев кушали пищу только раз в день, вечером, иные на третий день, он же не вкушал пищи целую неделю. Родители Симеона искали его два года и не могли найти, так как Бог скрывал его. Много плакали они о своем сыне и так сильно скорбели, что отец его от печали умер. Прибывая в лавре, блаженный Симеон пошел однажды к колодце, чтобы почерпнуть воды. Взяв веревку от черпала, очень жесткую, сплетенную из пальмовых ветвей, он обвил ею себя по голому телу, начиная от бедер до шеи так крепко, что веревка врезалась в тело. Прошло десять дней, и тело его загноилось от ран, а в ранах этих кишело множество червей. Братья стали жаловаться Игумену, откуда привел ты к нам человека сего? Невозможно его терпеть, смрад от него исходит. Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви падают с него. Постель его также полна червями. Удивился Игумен, услыхав об этом, но, убедившись, что все сказанное справедливо, спросил Симеона, «Скажи мне, чадо, почему от тебя исходит такой смрад?» Но Симеон, потупив свой взор, стоял перед Игуменом молча. Игумен разгневался и повелел силой стащить с Симеона верхнюю одежду. Симеон тогда увидели, что бывшая на нем власеница вся в крови, а в тело врезалась глубоко до самых костей веревка. И Игумен, и все с ним бывшие пришли в ужас. С великим трудом едва могли снять с Симеона эту веревку, так как вместе с нею отрывалось и изгнившее тело. Симеон же терпеливо переносил эти страдания. «Нет никакой пользы», убеждал святого Игумен, «начинать то, что выше сил. Довольно для ученика, если он будет таким, каков его учитель». Боясь, как бы другие, более немощные, не стали подражать ему и не сделались сами виновниками своей смерти, Игумен велел Симеону уйти из монастыря. Спустя некоторое время после сего Игумен увидел ночью видение, будто множество народа с оружием и свечами в руках окружили монастырь и восклицали. «Где Симеон, раб Божий? Покажите нам того, кто так благоприятен Богу и ангелам. Если же не покажете нам его, то сожжем вас и весь ваш монастырь. Симеон выше вас всех, и много чудес через него Бог сотворит на земле». Воспрянув от сна, Игумен возвестил о своем страшном видении братья и поведал им, какой ужас претерпел он из-за Симеона. Повсюду разослал он искать Симеона и даже сам отправился на поиски. Иноки вернули Симеона в монастырь, но вскоре он тайно ушел из монастыря и стал опять скитаться в горах и пустыне. Вадимый Духом Божиим он пришел на гору, находившуюся близ селения Толониссы и, найдя здесь высеченную в скале небольшую келью, затворился в ней. В этой келье пробыл он три года. Здесь он привел себе на память, как Моисей и Илья постились сорок дней и пожелал испытать и себя таким же постом. В это время пришел в Толониссу епископ той страны, обходивший церкви по городам и селениям. Услыхав о блаженном Симеоне, епископ пришел и к нему. Симеон стал умолять его, чтобы тот запер двери его кельи на сорок дней, не давая ему никакой пищи, но епископ не соглашался. Не подобает, говорил он, человеку убивать себя безмерным постом, ибо сие скорее грех, чем добродетель. Тогда поставь мне отче, ответил ему преподобный, только хлеб и воду, чтобы, если окажется необходимым, я мог немного подкрепить свое тело пищей. Епископ так и поступил. Поставив в кельи хлеб и воду, он загородил двери камнями и отправился в путь свой. Как только прошло сорок дней, он пришел опять к преподобному и, раскидав камни, отворил двери и вошел в келью. Здесь он увидел, что преподобный как мертвый лежит на земле, а хлеб и вода нетронутыми стоят там же, где были поставлены. Великий постник даже не прикоснулся к ним. О таком великом воздержании Симеона епископ поведал на пользу многим братьям. Преподобный же с этого времени стал также поститься каждый год во святую Четыридесятницу. Великим постом ничего не пил и не вкушал и проводил время в непрестанной молитве, двадцать дней стоя на ногах, а двадцать сидя от великого утомления. Пробыв три года в своей тесной каменной келье, Симеонов зашел на самую вершину горы. И чтобы не сходить отсюда, он взял железную цепь длиной в двадцать локтей и одним ее концом сковал себе ногу, а другой конец приковал к горе. В таком положении преподобный все время обращал свои взоры на небо умом своим, возносясь к тому, кто превыше небес. Слава о святом подвижнике распространилась повсюду и стали приходить к нему не только жившие окрест, но и из дальних стран. Одни из них приводили к нему своих больных, другие просили исцеления больным лежащим дома. Иные сами были одержимы бедами и скорбями, другие терпели мучения от бесов. И никто из приходивших к преподобному не возвращался без утешения, но каждый получал просимое. Кто исцеление, кто утешение, иной полезное наставление, другой иную какую-либо помощь. Преподобный же, если кто получал по его молитвам исцеление, всегда говорил, прославляй Господа, даровавшего тебе исцеление, и не дерзай говорить, что тебя исцелил Симеон, чтобы не случилось с тобой больше бедствия. Когда собралось к Симеону множество народа, и все старались прикоснуться к нему, принимая от него благословение, блаженный стал тяготиться таким почитанием. Он изобрел способ избавиться от суеты людской. умыслил он построить столб и стоять на нем. Поставив такой столб, он устроил на нем тесное жилье на два локтя и стал здесь проводить жизнь свою в посте и молитвах. Он был первый, кто избрал такой вид отшельничества. Столб имел в высоту шесть локтей и святой Симеон простоял на нем несколько лет. После высота столба была доведена до двенадцати локтей, а затем и до тридцати шести. Так преподобный восходил к небу, претерпевая страдания, летом мочимый дождем и палимый зноем, а зимой терпя стужу. О такой жизни Симеона услыхали святые отцы, жившие в пустынях, и удивлялись его необычайным подвигом, ибо никто еще не изобретал себе такого жития, чтобы стоять на столбе. Желая испытать его, послали сказать ему, «Отчего не идешь ты путем отцов наших, но изобрел другой, новый, сойди со столпа и последуй житию древних пустынников». При этом научили посланных, чтобы они, если Симеон не послушается, силой заставили его сойти со столпа. Если же послушает и пожелает сойти, то оставить его так стоять, как начал. Ибо тогда, сказали они, ясно будет, что новый образ жития его от Бога. Когда посланные пришли к Симеону и возвестили решение собора святых отцов пустынников, то он тотчас же ступил ногой на лестницу, желая сойти вниз. Видя это, посланные закричали, «Нет, не сходи, святой отче, но пребывай на столпе. Теперь мы знаем, что начатое тобою дело от Бога, да будет же Он тебе помощником до конца». Тогда дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид светлого ангела и показался святому вблизи столпа на огненной колеснице с огненными конями, как бы сходящим с неба, и говорил, «Слушай, Симеон, Бог неба и земли послал меня к тебе с колесницей и конями, чтобы взял я тебя, подобно Ильи, на небо, ибо ты достоин такой чести за святость жития твоего, и пришел уже тебе час вкусить плоды трудов своих и принять венец от руки Господней». Святой не распознал вражеского пречения и сказал, «Господи, меня ли грешника хочешь взять на небо?» И поднял Симеон правую ногу, чтобы ступить на огненную колесницу, но вместе с тем осенил себя крестным знамением. Тогда дьявол с колесницей исчез, как пыль, сметенная ветром. А Симеон, познав бесовское пречение, раскаялся и ногу свою, коей хотел ступить на бесовскую колесницу, казнил тем, что стоял на одной той ноге целый год. Дьявол, не терпя такого подвига, поразил ногу преподобного лютой язвой. Она загнила, появилось множество червей, и по столпу на землю сочился из раны гной с червями. Один юноша по имени Антоний собирал червей, падающих на землю, и по повелению святого страдальца опять носил их к нему на столб. Святой же, перенося болезнь с великим терпением, прикладывал червей к ране, говоря, ешьте, что вам Бог послал. В то время князь Сарацинский Василик, много наслышавшись о святом Симеоне, пришел к нему и, побеседовав с ним, получил великую пользу и уверовал во Христа. Увидев же червя, упавшего на землю из раны святого, князь взял его в руку и отошел. Преподобный воротил его и сказал, «Зачем взял ты в честные руки твои червя смрадного, упавшего из моего сгнившего тела?» Василик же, разогнув руку, нашел в ней драгоценную жемчужину и сказал, «Это не червь, а жемчуг». «По вере твоей было тебе сие», сказал преподобный. И Сарацин, приняв от него благословение, отошел восвоясь. Прошло много лет, и мать преподобного Марфа, узнав о сыне, пришла повидаться с ним и, остановившись у входа в ограду, сильно плакала. Но Симеон не пожелал видеться с нею и послал к ней сказать, «Не тревожь теперь меня, мать. Если заслужим, на том свете увидимся». Тогда она в скорби и молчании легла перед дверью ограды и предала дух свой Господу. Святой Симеон узнал тотчас же о ее кончине и велел принести ее тело к столпу. Увидев мать, он со слезами стал молиться о ней. Во время его молитвы в теле святой Марфы заметно были движения, а на лице появилась улыбка. Все видевшие это удивлялись славя Бога. Ее похоронили у столпа, и святой поминал свою мать на молитве всякий день дважды. Стоя на столпе как свеча на свечнике, преподобный отец наш Симеон явился светом для мира, просвещая народы, пребывавшие во тьме идлослужения и наставляя их к свету познания истинного Бога. Стоя на одном месте, подвижник привел к вере столь многих, как если бы проходил всю вселенную, уча и проповедуя. При его столпе можно было видеть персов и армян, принимавших святое крещение, по двести, по триста, а иногда и по тысяче человек. Они отвергались от заблуждений своих отцов, принося к столпу идолов, которых они с древних лет почитали, сокрушали их при столпе и попирали ногами. Имел преподобный и дар пророчества, ибо предсказал за два года засуху и голод и моровое поветрие, и также сказал, что через тридцать дней налетит саранча и все это сбылось. Однажды преподобному сделалось известно, что император Феодосий младший возвратил иудеям молитвенный дом, который был отдан христианам. Тотчас послал он царю письмо и, не стесняясь лицом царским, грозил ему гневом Божиим. Прочитав письмо, царь убоялся. Опять повелел христианам принять молитвенный дом и послал от себя моление к преподобному, прося, чтобы он простил и сотворил о нем молитву к Богу. Некий пресвитер сидел как-то в притворе церковном и читал святое Евангелие. И вот злой дух пришел к нему в образе облака темного и мрачного и обвил его голову. Тотчас погас для него свет отнялся у него разум расслабли все кости его и не мог он говорить. Вошедшие нашли его лежащим замертво. И пробыл он в той болезни девять лет и не мог повернуться на другой бок, если кто-нибудь не помогал ему. Домашние его, слышав о святом Симеоне, пошли к святому, неся болящего на постели и, не дошедши трех поприщ до монастыря, остановились на отдых. И святому Симеону, стоявшему на молитве, открыто было о пресвитере. В полночь призвал святой одного из учеников своих и сказал ему, возьми отсюда воды и ступай скорей. Ты найдешь одного пресвитера, носимого на постели, покрапи его водой сей и скажи ему, говорит тебе грешный Симеон, во имя Господа нашего Иисуса Христа встань и оставь постель свою и приходи ко мне на своих ногах. Ученик пошел и сделал по слову святого и встал пресвитер, совсем здоровый и пришедший повергся перед святым. Святой сказал ему, встань, не бойся, хотя и причинял тебе печаль дьявол девять лет, но человеколюбие Божие не оставило тебя до конца погибнуть за то, что ты без страха Божия и даже оскорбительно для святыни вел себя во святом алтаре и слушал клеветников, осуждающих тайно ближних своих и без вины отлучал от причастия святых тайн за то над тобой и получил силу дьявол. Но по милости Божией те, кого ты опечалил отлучением, молятся за тебя для того, чтобы ты выздоровев простил их. И как сотворил Бог милость тебе, так и ты сотвори милость им. И пошел пресвитер с радостью благодаря Бога и сделал, как повелел ему святой. При таких подвигах, творя столько чудес и проводя столь добродетельное житие, преподобный был очень кроток и смиренен. Для всех лицо его было одинаково светло и словно любовно. И для вельможи, и для раба, и для богатого, и для убогого. Повседневный устав жития преподобного был таков. Всю ночь и день до девятого часа стоял он на молитве. Затем говорил по учении собравшимся у столпа, выслушивал нужды и прошения пришедших, исцелял болящих. Потом укращал свары и споры людские и восстановлял мир. Наконец, по заходе солнца опять обращался к молитве. Так, проводя дивное житие, которое казалось невыносимым для естества человеческого, приблизился он к кончине своей, имея отроду более ста лет. на столпе стоял он, как пишут люди вполне достойные веры, восемьдесят лет. Он вполне усовершенствовался в добродетелях, это был земной ангел и небесный человек. Облаженные кончини преподобного так повествует ученик его Антоний. В один день, говорит он, именно в пятницу после девятого часа, когда мы ожидали от него обычного поучения и благословения, не призрел он нас со столпа. Так же и в субботу, и в день воскресный не преподал нам по обычаю отеческое свое слово. И устрашился я и взошел на столб и вирн. Стоит преподобный с главою поникший дом, как на молитве, а руки сложены на груди. Думая, что он творит молитву, стоял я долго молча, а затем сказал, отче, благослови нас, ибо народ вот уже три дня и три ночи окружает столб, ожидая от тебя благословения. Но не было ответа. Постоявший перед ним с полчаса, усомнился я и подумал, не отошел ли он уже ко Господу. Преклонил я ухо к нему, и не слышно было дыхания, только сильное благоухание, как бы от различных благовонных ароматов исходило от тела его. Плача над ним, в горести душевной, я заснул. И вот явился преподобный, как солнце, говоря, не оставлю я столпа, ни места, ни горы сей благословенной. Сойди и подай благословение народу, ибо я уже почил. Тебе же подобает послужить на всем месте, и воздаст тебе Господь по труду твоему. Затем, встав, отер я слезы, чтобы не узнал кто-нибудь о случившемся, сошел и тайно послал верного брата в Антиохию к патриарху с вестью о представлении преподобного. И скоро прибыл патриарх с тремя епископами, а также и городоначальник со своими войсками, и множество народа из всех окрестных городов и селений стеклось, ибо весть о смерти преподобного прошла повсюду, как ветром несомая. И взошел патриарх с епископами на стол, и, взявши честные мощи, положили при столбе. И плакал весь народ. Даже птицы во множестве на виду у всех с криком летали вокруг столпа, как бы плача о кончине такого светильника. На месте же том, где был столб преподобного Симеона, создана была во имя его прекрасная крестообразная церковь и устроен большой монастырь. Так исполнил преподобный обещание, которое он изрек ученику Антонию в видении. Именно, что не оставит он своего места, ибо чудеса и исцеление больных там не оскудевали. А в день памяти его всякий год являлась великая звезда над столбом и озаряла всю страну. И все приходившие с верою не лишались благодати преподобного, но получали помощь и различные исцеления и возвращались с радостью благодаря Отца и Сына и Святаго Духа. Молитвами святого преподобного Симеона Столбника Господи Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Симеон Аминь. 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 Продолжение следует...